Я всю жизнь ждал, когда здесь в городе Магнитогорске наступит то самое место, где можно будет просто посидеть и отдохнуть. Очень-очень долго я ждал. Вот в прошлом году здесь появилось кафе Давид. До этого здесь кафе Давида не было. Место-то очень хорошее, представляете? Здесь вот, прямо сюда смотрит видеокамера. Не простая видеокамера, а от МВД. Как сюда пройти? Помните, здесь как-то была кафешечка такая, шашлычная, представляете, да? В это шашлычное вам могли просто накидать. Просто пришел, шашлычок выпил, даже не шашлычок, а этот чебурек поел, понимаешь? И проблемки были. Но не это есть. Потому что в случае чего, вот сюда подходите, да? Вот сюда подходите, кнопочку нажимаете, и через 2 минуты сюда приезжает. А до строителей туда ехать 3 секунды делал. Вон они сверху сюда приезжают. Поэтому место суперовское. Вы сюда приходите, и вместе с сыном получаете удовольствие. При этом денег-то и не плачете. И кто вам говорит про какой-то кризис? Кризиса в Магнитогорске по сути не существует. Помнится, прошлый год был кризисным. Но так ли это на самом деле? В кризис рухнули банки и сверхдорогие магазины. Это да! Туда же отправились рестораны с неведомым количеством блюд. Пожалуй. По сути ясное. Человек перестал кичиться. Ну, больше его часть. Человек стал экономить. А экономия зиждется на принципах. И экономный человек не будет платить энные деньги непонятно за что. Экономный человек поймет, что лучше заплатить по счету. И вообще мы хотим есть мясо. И будем это делать. И никакой пиццы и всяких роллов. Это не наше. Ну и понятен результат. Так хочется всего. И лучше для всей семьи. Мы зашли со стороны. Просто снизу. То, что было здесь, это было совсем не айс. Представляете, да? Центр города. Центр Ленинского района. Что тут творилось? В свое время было здесь хорошо. Но потом все развалилось. И нету здесь ни колеса обзора. Нету ничего. Стоит. Кошмар стоит. Если бы не кафе «Давид». Представляете, как кафе «Давид» сделал все. Посмотрите все за моей спиной. И подумайте. Это ли кафе или это ресторан «Давид». Очень прикольная штука получается. У нас такое впечатление, что ни ветеранами, ни победителями мы не являемся. Эти два парка не только разрушены. Там еще и строительство началось. Типа строить места мало. И вообще как-то странно получается, что город, заточенный под металлургов, городом геев стал. Ну а как понять расцветку и символ города в геевских символах? Да и южный центральный мост, средняя его часть, под гей-принципы заточены. А вообще-то мы, мужики, и мы понимаем результат. Нам нужны ветераны и нам нужна победа. Но почему-то ветеранами занимаемся не мы. Вот посмотрите, что за моей спиной находится. А год назад сюда нельзя было зайти. Представляете, тут кошмар был просто. Год и все сделано. Вот так человек занимается своим рестораном, который располагается в парке ветеранов-магнитки. Вот так-то вот. И вот вам антикризисный ресторан. С хозяевами Онова я знаком очень давно. И у них принцип главный. Заработав деньги, дать возможность человеку понять, где и за что он свои деньги платит. Нужно мясо? Ешь, чем на здоровье. Нужно? Да пожалуйста. Нужна семья. А как без нее? Ну и я, естественно, сюда пришел с моей семьей. Ох, вот чтобы было понятно, да? Свинина антрикот. Вот такая же свинина. Рядышком тут, недалече остается. Местечко такое классненькое. Попробуйте там закажите свинину антрикот. Смогут ли вам такую приготовить? В этом я сильно-сильно сомневаюсь. Свинина антрикот очень вкусная. Пожалуйста. Ну дай мне правую руку. И пока мой сын будет кушать эту замечательную свининку, я тоже самое попробую. Вот видите, все красиво, да? То есть здесь даже... Ну вы посмотрите, как все это сделано, да? А потом зайдите в другое место или в другие рестораны. Попробуйте то же самое. Если вам все так же сделают, ну тогда это хорошо. Если этого не получится, какой результат? Вы приезжайте сюда, в кафе Давид, в парк ветеранов. Другого места и нету. И попробуйте. Цена вопроса с точности как в другом месте. Но качество и результат. Да обалденительные. Кстати, мой сын тоже любит шашлык. Как шашлычок-то? Нормально. Так что, когда мы говорим о кризисе, по сути кризиса не существует. Потому что есть люди, которые работают для вас. Ваше право. Где вы кушаете? Либо здесь, либо где-то в другом месте. Хотя я предпочитаю все-таки здесь. Потому что в городе Магнитогорске есть те люди, которые не могут никуда выехать. Спокойненько доехали. С цеха покрытий. Трамвай между другими, по-другому не может пройти. Здесь он останавливается. Вышли, покушали. Получили удовольствие. С центрального перехода. То же самое. Ну, это лишь хвост, сюда доехать. Так, пешком добраться можно. И покушая. Кроме всего прочего. Режим работы практически круглые сутки. И перед тем, как пойти, и перед тем, как покушать, хотя, 280 рублей. Был бы другой шашлычок, стоил бы дешевле. Вы что-то попробовали покушать у себя? Работник металлургического комбината. А не получается. Зато есть такое место. Обалденительное просто. Не в каждом месте мой сын так кушает. Не в каждом. Уж поверьте мне. Он-то знает. Но я мясо готовлю, но не так часто. В других местах. Все остальное так же готовится здесь. Не просто. Замечательный лук. Кстати, ну, чтобы вы поняли, как естся мясо. Мясо естся по отдельности. А уже потом добавляете лучок. А так, на дело. А так, а так. И вот так вот. И ароматное послевкусие. после мяса достается вам. Обалдеть. На, для тех кто. Что-то хочешь другое? Хочешь? На здоровье. Лучок тоже? Нет? А, вот тебе, пожалуйста. Кушай. Либо зайдите в интернет. Вот. Либо... А, кстати, если сильно хотите, и сильно, очень сильно захотите, попросите меня. Я тут вам иногда тоже могу дискотечку устроить. Доехать до меня тут не сильно далеко. Пешкодрапчиком. Грубо говоря, 10 минут. Так, что за тусим? Что? Ваш сын не ест шашлык? Не буду ерничать, но это ваше упущение. Мой кушать его начал тогда, когда еще и зубов-то не было. А сейчас он объедает любого. Если шашлык, папин. Но он также любит и тусить. Но, к сожалению, папин шашлык, это не частое удовольствие. И поэтому есть возможность покушать шашлык у Давида. Ну и потусить. Как же то? И вот так вот мы пришли и покушали. А где мы все это сделали? Мы пришли в кафе Давид. Причем это не только кафе. Я бы назвал его рестораном. Простите, но у нас слово ресторан. Оно вот как-то портит наши отношения. Вам кажется, что в ресторане вы тратите большое количество денег. В этом ресторане вы большое количество денег не тратите. В этом ресторане вы можете посидеть и в том числе и до 5 часов утра, потому что здесь хорошая дискотека. Если вы сильно-сильно пожелаете, можете меня пригласить. Я вам эту дискотеку устрою. Место, где располагается, ну понятен результат, да? Слава строительном магнитке. Вы понимаете, где я и нахожусь? Сейчас покажу. Вот до сюда дошли и палаточку нашеньку увидели. Понятно, да? Так вот, веселее места по сути нету. И места качественнее тоже. И центры вообще невысокие. Поэтому ваш смысл прийти сюда и посмотреть. И обязательно что-то перекусить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...